В год в нашей стране образовывается где-то почти 4 миллиарда отходов, и только 20% из них идут на вторсырье. Вот такие вот баки для пластиковых бутылок у нас в Саратове большая редкость, они только недавно стали появляться, то не на каждой мусорке их найдешь. Хотя вот из таких пластиковых бутылок, если их собрать и отправить на переработку, можно изготовить что-то из мебели или, например, чайник. Наша организация, в принципе, первая начала расставлять контейнеры по сбору под бутылок, это воспитывает население. Экологическое воспитание происходит, социальное, что мусор не уходит на полигоны, а именно сортируется и потом превращается опять же в нужные полезные предметы. Люди потихонечку начали привыкать, что нужно сделать раздельный сбор и поступлять заявки. Сейчас стоят около 180 контейнеров по Саратову. А вот здесь находятся 60 тонн бумаги и 10 тонн пластиковых бутылок. Все это будут отвозить Московскую область и Воронежскую. К сожалению, в нашем регионе не делают из бумаги бумагу, из бутылок бутылки. Вот, кстати, здесь можно рассмотреть все отходы бумажные и можно увидеть, что в основном это рекламные проспекты. Но вот здесь вот даже есть детский рисунок. А это единственное предприятие в нашем городе, где собирают самые опасные бытовые отходы. Это энергосберегающие лампы или ртутные термометры. За сутки их уничтожают около 3000 единиц. Если бабушка приносит термометр или там одну-две лампы, мы, конечно, не отправляем ее, забираем, потому как, чтобы не выбросили в мусорку и не засоряли концентрацию воздуха, мы же душим этим воздухом, а там пары ртути. И, кстати, мы имеем мощности для переработки ламп, которые соберут от населения. У нас такие мощности есть, мы справимся. То есть надо организационные вопросы решить через ТСЖ. Вот на этой установке и дробят лампы, ртутные градусники. Потом с помощью термической обработки все обезвреживают. И на выходе через 20 минут вот такая куча осколков, которые отвозят на специальный полигон. К сожалению, наше предприятие не использует это как вторсырье. От мусора нужно избавляться так, чтобы не навредить родной природе, а наоборот помочь ей. Например, как в этом случае. Надежда Новикова, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.